Друзья, всем привет! И сегодня мы с вами посмотрим, как сделать принт из уже нарисованного, но не в фотошопе, а в иллюстраторе, методом трассировки. Тоже такая интересная техника, и я думаю, что когда-нибудь кому-нибудь она вполне может пригодиться, получается достаточно интересный эффект. У меня на бумаге карандашом нарисованы вот такие абстрактные цветы. И сейчас в фотошопе я их немножечко обработаю для того, чтобы с этим файлом уже работать в иллюстраторе. Соответственно, сейчас я немножко подровняю, я хочу их обрезать, чтобы у меня не было лишнего. Сфотографировала я просто с руки телефоном, хотя, конечно, лучше фотографировать хорошим фотоаппаратом, либо при помощи сканера это все сканировать, но я, как плохой человек, все это сделала криво. Так, давайте немножечко сейчас откорректируем сам файлик. Сделаем корректировку цветового тона. Почему я с этим вожусь? Для того, чтобы у меня был хороший исходник. Вот, то есть у меня получился исходник. Можно еще сделать умное размытие. Оно у меня хорошо будет для трассировки. Умное размытие, оно цвета, которые рядом, как бы так больше сливает, и получается очень мягкий вид. Вот, смотрите, если увеличить, вот здесь сейчас будет видно, то все это вот мягенько так сливается. Процессор сейчас пересчитывает, будет понятно. Считает, считает, считает. Ну, это слишком много. На самом деле будет достаточно где-то трешечки. Вот так. Вот, теперь я это изображение сохраняю на компьютере. Вот у меня уже есть другое изображение. Давайте мы сейчас это сохраним в формате PNG. Открываем иллюстратор. Так, это я пробовала. Давайте откроем новое. 001. Открыть. Так, файл открыть. Рабочий стол. И вот она, моя картинка, которую мы с вами откорректировали в фотошопе. Вот такая штучка получилась. Что мы с вами можем сделать? Ну, мы можем как бы что-то тут вырезать, использовать то, что уже нарисовано. Мы можем с вами обрисовать и сделать это заново в иллюстраторе. Я, кстати, это показывала, где-то были примеры, как это делается. Вот. А сегодня хочу именно трассировку показать. У нас есть окно трассировка изображения. И вот здесь нам очень важно сейчас будет правильно подобрать именно момент трассировки. Так, какой у нас цвет? Автоцвет интенсивный. Давайте оставим, как есть авто. Я хочу, чтобы она была цветная. И сейчас будет подтупливать компьютер в силу того, что ему надо считать. Я сейчас закрою фотошоп, чтобы компьютеру было полегче. Так. И, соответственно, в цвете предварительный просмотр. Вот оно начало. Это я сделала 10 цветов. 11 цветов. Давайте сделаем цветов 15. 16. 16 цветов. Ну, в принципе, достаточно интересно. Можно сделать там 18. Не вижу большой разницы. 17 цветов. То есть наше изображение переведено в векторный объект и 17 цветов. Но пока не переведено. Пока это предпросмотр того, как у нас будет с вами непосредственно смотреться наша трассировка. Теперь объект, трассировка изображения. Разформить. Так. Разобрать. Объект. Трассировка изображения. Разобрать. Вот. Это окошко мы можем закрыть. И теперь наше изображение, которое было растровым, стало векторным. Я сейчас удалю фон. Смотрите, какие красивые цветовые расплывки получились. Разгруппировать. Удалю лишний фон. То есть моя задача сейчас очень аккуратненько почистить лишние всякие штучки. Сначала сейчас вычищу основные куски, а потом буду уже подчищать непосредственно по контуру. Естественно, будет какая-то грязь. Нам это надо будет учитывать. Так. Чтобы аккуратнее выделить, беру лассо. Так. Сдвигаю в сторону. Смотрите, на сером фоне сразу все вылезло. Все, что лишнее, все, что нам не нужно. И вот по краешку вот эти лишние детальки. Сейчас давайте приблизим. То, что лишнее, мы с вами уберем. И потом уберем этот объект в группу сразу, чтобы он был нам удобен для работы. Так. Вот эти маленькие детальки ручками почистим. То есть мы не перерисовывали, а дали программе самой пересчитать. Мне нравится тот эффект, который получился. Я бы хотела его сохранить. Именно поэтому я использовала трассировку. Можно, я еще раз повторяюсь, отрисовать это все было руками. Но в данном случае я этого не хотела, поэтому использовала трассировку. Так, давайте другие цветочки посмотрим. Опять же, выносить на серый фон, вот сразу вылезает всякая ерунда, которая там мусорная, которая нам не нужна. Так, это вот лишнее, это вот лишнее, это тоже. Здесь уже руками смотрим, да, насколько нам лишнее, не лишнее. Вот такой прекрасный цветочек. Выбираем все вместе, сгруппировываем. Так, что у нас там осталось? Цветочек и листочек. Инструментом лосо я аккуратненько все выделяю. По-моему, он вообще прекрасен. Нет, вот здесь есть детальки, которые нужно убрать. То есть оно теперь чисто векторное. Почему классно, когда оно становится векторным? Потому что мы с вами сможем поменять цвета. И это мы с вами, конечно же, сделаем. Сейчас мы дочистим изображение. И вот смотрите, когда на серифон выкидываю, сразу становится понятно, как и что. Вот, почистили. Сгруппировать. Теперь я сделаю Ctrl-A. Группой сниму выделение, с Shift-ом зажму. И вот все, что остальное, весь мусор, чтобы он у меня не колдовался, вот я его вот так уберу. Вот мои прекрасные, великолепные цветочки, которые не смотрятся такой вот прям векторной штукенцией, а все-таки такие более художественные, творческие, вот они у меня есть. Давайте мы теперь из них создадим какой-то принт. Ну, во-первых, я могу здесь подвигать, могу эти объекты оставить, могу другие объекты, ну, как бы эти объекты как-то покрутить и использовать для принта. Соответственно, это такой подготовительный момент, как мы его будем делать. Ну, допустим, вот так он у меня будет располагаться, фон потом отдельный я добавлю. Для меня намного удобнее фон потом добавлять отдельно. Значит, мы это все затаскиваем в образцы, делаем двойной клик. И у нас появляется великолепная совершенно панель, с которой мы сейчас и будем работать. Итак, нам, скорее всего, понадобится шестиугольник. Да, хорошо, вот здесь мы можем нажать и немножечко здесь поколдовать. Получается, в одном месте дырка, в одном густо, в другом пусто. Соответственно, нужно что-то с этим делать. Что мы будем с этим делать? Мы будем двигать и смотреть, как это будет отражаться на нашем с вами принте. Для того, чтобы сделать его более равномерным. Это очень-очень удобный редактор. Вообще, безумно люблю его. И создавать принты с ним одно удовольствие. Правда. Можно тут и объектами покрутить. И, в общем-то, что тут только не поделаешь. Так. Как видите, и размер, и поворот, и все я могу тут сделать. И все у меня получается. Ну, в принципе, вроде достаточно равномерно. Сейчас еще попробуем чуть-чуть подкорректировать. Так. Ну, по-моему, очень неплохо. Получилось равномерно. Готово. Вот он сохранился. Его не стало. Ну, то есть, рапорт показывался, и он не стал показываться. Так, давайте мы его теперь проверим. Силлюстратору, конечно, с ним тяжело жить. Сейчас мы его выберем. Так, проверяем. Вот такой у нас получился принт. Но этот принт сейчас у нас с вами без подложки. Без основы. То есть, на прозрачном фоне. Вот отсюда вытаскиваю принт. И программа сделала для меня очень большое удобство. В чем именно? В том, что этот принт она уже поместила на прямоугольную зону. Вот смотрите, видите там прямоугольничек. Это и есть мой рапорт. И я сейчас к нему просто фон сделаю. Разгруппировать. Вот эта штука, это и есть мой рапорт, по сути. Ctrl-C, Ctrl-F. И теперь я могу туда залить любой абсолютно цвет, который мне нужен. Это будет мой фон. И если вам нужно, вот он у вас, прямоугольный рапорт. Просто обведите его в маску. Сейчас покажу, как. Сейчас мы, давайте, подберем цвет. Надо молочный, наверное, какой-нибудь все-таки такой вот, желтизной. Вот так. Вот. Да. Мягкий. Вот. И здесь у нас должен быть в самом низу этот цвет. Так, прямоугольник без цвета, вот без цвета, без цвета контура. Монтаж на передний план, в самом переднем плане. И вот смотрите. Сейчас еще копию создаем, чтобы вам все показать. Теперь я вот это все удовольствие тащу в образцы. И также я могу все это удовольствие создать обтравочную маску. Вот это мой чистый рапорт, который я могу выдать производству. И если они его будут многократно размножать, то получат ровно тот принт, который я хочу. А принт у меня будет выглядеть вот так. Так. Это что такое? Это что такое? Монтаж на передний план. Почему ты меня так неправильно ведешь себя? Сейчас, момент. Артачится со мной. Видите, со мной тоже периодически артачится. Но со мной опасно артачится. Сейчас все равно мы с ним договоримся. По-моему, опять неправильно сделал, да? Да. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я не об этом тебя просила. Так. Что не так? Проверяем. Это должно быть сзади. Ctrl-C, Ctrl-B. Делаем на передний план. Да, самый передний план. Теперь. А, на самый зад нужно. Я же неправильно делаю, сама же ругаюсь. На самый задний план. Все. На самый задний план. Хорошо. Проверяем. Вот. Вот такая красота у меня получилась. И это я могу удалить. Ну, если нужно, вот рапорт отдельно вы его сохраняете. Да, мне сейчас это не нужно. Я могу это убрать. У меня получился принт. На мой взгляд, очень милый. Так. Вот один принтик. Смотрите. То, что называется бесшовный. То есть, когда на него так вот смотришь просто и непонятно, где начало, где конец, а был ли мальчик. Ну, собственно, вот такая интересная история. Так. Давайте мы создадим его копию. И, как я уже говорила, поскольку у нас это чистый вектор, мы с вами сейчас сможем спокойно поменять ему цвет. Давайте посмотрим. Можно вот так поиграться. То есть, ну, на мягкого. Можно поиграться на более интересную, жесткую такую основу. В зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Можно сбросить. И можно, например, попробовать поменять цвет фона. Через дополнительные настройки у вас влезает немножко другое меню. Оно, как вот в предыдущих версиях было. И вот он у нас. Какой у нас тут цвет фона? Кто из них? Сейчас посмотрим. Не оно. Так. Вот. И мы можем с вами поменять, например, цвет фона. Помните, у нас было 17 цветов? Да, мы еще 18 добавили для основы. Вот он. Вот так. То есть, уже просто цветом фона поменяли. Либо же все-таки поменять тут яркость. Можно, видите, подергать. И получить совершенно другой эффект. Так, сейчас я сброшу, еще раз попробую. Я хочу все цвета просто сделать более яркими. И уже по кругу сейчас мы подберем тот цвет, который мне нравится. Потому что потом отдельно можно какой-то один цвет поменять. То есть, вот смотрите, насколько быстро и просто можно работать с гаммой. И насколько это все вот, как это выглядит. В общем-то, кажется, что вот какой-то такого плана. Может быть, более мягкий. Вот, вот так. И вот этот цвет. Сейчас мы тут вот поморожим немножко. Он тоже, видите, привязан к основе. Ну, это вот такая интересная штучка. Это вот опять глобальное изменение. Вот, подобрали. И вот у нас получилось два принта с одного мотива, с одного рапорта. Теперь можно просто это все сохранить и потом уже использовать в нашей работе. То есть, без отрисовки у нас получилось. Ну, отрисовка была от руки. Можно, конечно, было взять и те объекты, которые мы сделали, отрисовать от руки. Я бы здесь вот все-таки подкорректировала цвет фона. Что-то мне не очень нравится. Вот этот вот темный цвет. Хотелось бы немножко его изменить. Вот. Вот. Сохраняем. На этом наши принты готовы. Можно вытащить оттуда, соответственно, сам рапорт. И уже использовать. Сейчас мы вот сюда его положим. И я напишу, что это принт розы. Сохраняем. На этом все. Поехали дальше. До новых встреч. Продолжение следует...